Музей это не памятник, а живой организм со своей историей, воспоминаниями и взглядом в будущее. Этой идеей вдохновлялись авторы выставки в музее Некрасова, три четверти из века. Идею поддержал фонд Истории Отечества, отобраз заявку наших земляков из 400 поданных на конкурс. И сейчас вовсю идет монтаж новой экспозиции, посвященной истории музея, которому пришлось пережить многое. Въездные ворота на территорию усадьбы Некрасова переделывали по меньшей мере три раза. Каменную арку сносили автомобили, груженые капустой или картофелем. Странно представить, но в середине 20 века проезжающие по центральной аллее автомобили были привычным делом. Всего 60-70 лет назад карабиха выглядела совершенно иначе. В раскулаченное время богатое дворянское убранство усадьбы упало так же стремительно и варварски, как и императорская власть. Неспешные прогулки в кринолинах, подрифмованные строки сменились поросячьим визгом и копотью. На территории Карабихи появился совхоз Бурлаки. В главном доме нашли приют сироты, там же разместили санаторий для переболевших туберкулезом. Верхняя часть стен карниза разрушены, терраса остается без кровли, деревянные колонны грозят падением. Именно в таком виде в 1947 году родовое имение классика предстало перед первым директором музея Анатолием Тарасовым. Восстанавливать усадьбу, где жил поэт, и создавать некрасовский уголок на Ярославской земле пришлось десятилетиями. Интерьеры личных комнат поэта воссоздавали по воспоминаниям родственников и благодаря научной работе первых сотрудников. А мебель в прямом смысле пришлось искать долго и кропотливо, отслеживая судьбу каждого предмета. В результате национализации в 1919 году все мемориальные предметы Николая Алексеевича Некрасова были вывезены в Ярославский краеведческий музей. Часть что-то ушло с торгов, то есть распродавалось ввиду того, что не музейным учреждениям, которые занимали данные помещения, они были просто-напросто не нужны. 60-е, 80-е годы стали настоящим экскурсионно-литературным рассветом усадьбы. Посмотреть, какие просторы вдохновляли поэты, ежегодно приезжали около 15 тысяч туристов. Среди них немало знаменитостей. Гагарин, Лихачев, Терешкова, Джанни Радари. Знаменитый писатель каждому, кто пожелал, оставил фотограф. На книгах, только на своих книгах ставил автограф. Рисовал забавного человечка и писал чао, подписывался. Архивные документы, фотографии и дневники воспоминаний впервые представят на экспозиции, расположенной в Большом доме усадьбы, 5 декабря, в день основания музея. Первый показ состоится для ветеранов и действующих сотрудников музея, которые служили и продолжают служить Некрасову. Наталья Антонова, Сергей Мазилов. День в событиях.